Всем добрый день или вечер, когда вам удобно смотреть этот ролик. Сегодня мы поговорим про автокад. Это первое занятие из цикла проектирования в автокаде для дизайнеров. Мы будем изучать те инструменты, которые нам помогут чертить планировки грамотно в программе. Начнем мы с обзора интерфейса самой программы. В автокаде существует несколько цветовых схем, в которых вы можете работать. В данном случае у меня цветовая схема настроена таким образом. Вы можете видеть серый фон и темные блоки инструментов, где же можно поменять цветовую схему. Потому что когда вы откроете автокад, он у вас будет черный. Нам нужно будет зайти в левый верхний угол в буковку А, зайти в параметры и мы с вами попадем в меню, которое отвечает за все параметры в автокаде. Наш цвет экрана меняется в вкладке «Экран», «Цвета». Мы выбираем пространство 2D модели. Вы здесь можете поменять пространство листа и так далее. То есть редактор блоков, очень много всего. Нам нужно сейчас фон поменять. Мы заходим сюда, выбираем цвет и меняем его вот в этих вкладочках на, допустим, серый. Мне кажется, лично для моих глаз, это более приятная модель. Также за цветовую схему наших кнопочек, клавиш и инструментов отвечает вот эта вкладка «Цветовая схема». Допустим, давайте поменяем на светлую. Нажимаем «Ок». Вы сейчас увидите, что все поменялось на светлый интерфейс. И серый, так как же я остался серым, и если вы из черного поменяете на серый, он у вас поменяется, либо наоборот. Из важных галочек, которые здесь есть, вот галочка по всплывающих подсказках, здесь вы можете их убрать, если они вас раздражают, можете их оставить. Что же это за галочки? Галочка, комбинация клавиш нам показывает, если мы вдруг не знаем, что это у нас за инструмент, мы наводим, и у нас всплывает информация о инструменте, и также сначала короткая справка, потом длинная. И эти галки как раз отвечают за первый блок подсказок, вторая за второй, и вот задержка, когда разворачивается это окошко, вот она тут указывается. Для того, чтобы лучше работать, если у вас вдруг слабенькая машина, вот в вкладке «Экранное разрешение» вы можете поменять значение с 1000, например, на 10, и у вас все ваши сложные объекты, грани будут, не будут сглаживаться. Давайте посмотрим это на примере круга. Возьмем, вычертим кружочек. В данном случае он у нас такой очень симпатичный, кругленький. Но если мы поменяем этот параметр на 10 и применим его, вы увидите, что вот наши грани стали такими отрезками. Я верну все на круги своя, потому что мне здесь не нужно ничего уменьшать и оптимизировать. И, кстати, если вы даже уменьшите на чертеже ваше отображение, то потом в печати у вас все останется все равно приятной окружностью, не упрощенной. Из важных настроек здесь это еще обязательно проверьте, чтобы у вас работало автосохранение. Вы можете выставить себе интервал автосохранения, допустим, 5 минут. Что это такое? Автосохранение сохраняет вашу работу, перезаписывая исходный файл каждые 5 минут. Вы проработали 5 минут, прошла перезапись. Проработали 5 минут, прошла перезапись. Без вашего участия. Это делается для того, что если вдруг у вас выбьет ваш электричество, либо выключится программа, компьютер, такое бывает, то в автобеках у вас все сохранится. И также вы можете зайти в вкладку файлы и зайти в крестик сюда, папка для файлов автосохранения и посмотреть, где же лежат у вас ваши автобеки. У вас тут будет другое значение, свое значение я уже поменяла, для того, чтобы мне было удобнее к ним добираться. На этом все. Мы можем начинать работу с автокадом. Когда мы заходим в сам автокад, у нас есть несколько рабочих пространств. У нас есть пространство модели и пространство листа. У вас эти значки могут быть снизу, написано прям модель, лист. Либо же они могут быть введены вот в такие маленькие квадратики. Тоже все настройки находятся снизу. Сейчас мы работаем в пространстве модели и работаем мы в нем в формате один к одному. Вот можно масштаб здесь выставить один к одному, чтобы был правильный. Работаем мы в... Чтобы не смущала вас просто цифра, это масштаб аннотаций. Мы в любом случае работаем в масштабе один к одному. Ну, грубо говоря, есть у нас помещение в сток, скажем, 5 на 5 квадратных метров. И мы 5 на 5 квадратных метров в миллиметрах вычерчиваем это все в программе. Это что касается пространства модели. Есть у нас также пространство листа. С вами есть рабочее пространство, есть пространство листа. Вот, и когда я нажимаю на кнопочку, у меня появляются такие окошки, и я создаю здесь лист. То есть у вас будет все проще, если более новая модель, у вас просто будет пространство листа, и вы сразу же зайдете в это окно. Это окошко нам показывает наш формат листа, на котором мы будем печатать наш чертеж. Здесь уже не свободное пространство, а пространство, ограниченное вашим листочком. То есть тем форматом, который вы задаете. Как правило, все печатается на формате А3. Вернемся в пространство модели. Вот сюда я нажала, в модель. Из очень важного нам нужно понимать, как работать с программой. У нас есть с вами командная строка, через которую мы общаемся с нашей программой. Мы задаем ей какую-то команду, либо просим выполнить какое-то действие. И она нам также в этой командной строке что-то спрашивает, подсказывает. Командную строку можно вызвать также командный F2, то есть текстовое окно. Мы можем в нем посмотреть все наши команды, которые мы вызывали. И те действия, которые мы совершили. У нас вот так же есть командная строка. Командную строку вы можете вписать в ваше пространство рабочее, просто перетянув ее чуть-чуть, ну то есть вниз. Она у меня уже зафиксирована, поэтому я ее таким образом оставлю. У нас есть текстовое окно, в котором мы записываем какие-то команды, например, горячие клавиши. П пробел, если мы нажмем, то будет перенести объект. Вот, мы задали клавишу, дальше он меня просит выбрать объект. Но так как никаких объектов у меня нет, я ничего выбирать не буду. Из важного. У нас есть также значки, которые отображают наши режимы видовые, вот в пространстве модели. Например, это отображение сетки. Тут же сразу вы, когда наводите, у вас есть горячие клавиши, например, F7, удаление сетки. Горячие клавиши, можете это все делать. У нас могут быть пошаговые привязки по сетке, она нам не нужна. У нас может быть режим черчения орта под 90 градусов, когда все ваши перемещения и черчения проходят под 90 градусов. Также есть режим полярное отслеживание, сразу же прописывается горячая клавиша к нему, когда вы задаете угол вашего движения. Также есть привязки, если мы правой кнопочкой кликнем на них, мы сможем задать ту или иную привязку по контуру точки, посередине. Привязки это как магнитики одного элемента чертежа к другому. И здесь вы сможете опробовать их все. У нас также есть объективное отслеживание, я рекомендую, чтобы эти галочки были включены. И также есть веса линий. Но в моей версии они есть, в вашей версии, для того, чтобы отобразить толщину линий, вам нужно будет ввести горячую клавишу вес-линий. И, ну в моей варианте этого нет, но у вас есть и более новая версия, выкатится менюшка, где вы сможете поставить галочку отображать веса линий. Запомните, просто горячую клавишу вес-линий. Веса линий. У меня это все просто выведено здесь. Показать либо скрывать веса линий. Также для того, чтобы нам начать работу, нам нужно с вами правильно отобразить слои. Для этого у нас есть диспетчер слоев. Вызвать его можно вот этой клавишей, зайти в слот слои и сюда. Свойства слоя. Я скрываю и отображаю все эти свойства. Также вы, если потянете, привяжете без проблем ваши слои к боковинке, так же как к магнитикам привяжется. И у вас будет раскрыта вкладка, то есть я ее рекомендую тоже закрыть. Также, когда мы работаем в интерфейсе, у нас есть с вами несколько возможностей отображения инструментов. В данном случае, вы видите, у меня современная линейка, как в Word, например, инструментов выстроена в ряд. И также отдельными блоками вынесена. К сожалению, в новых версиях таких отдельных блоков нет. Вы можете их только дополнительно доставить. И в данном случае у меня просто архитектурный стиль стоит. И если мы зайдем в параметры рабочего пространства, у вас здесь будут другие стили, если у вас не такая же версия, как у меня. У вас, скорее, тут будет рисунок и еще что-то так называться. Такое расположение инструментов удобно, но все, конечно, советуют работать в более новом. Его также можно поменять, если кликнуть на правый верхний угол, на стрелочку. Он может выглядеть абсолютно по-разному. Его можно скрыть, его можно свернуть до вкладок, свернуть до названий, до кнопок панели. И вот таким образом всегда, где у вас есть треугольнички, раскрывайте их и читайте, что же там еще внутри лежит. Мы начнем с самого простого. Что мы можем сделать, это создадим новый слой и в нем начнем работать. По умолчанию у вас дефолтный слой. Также у разных слоев есть свои разные настройки. Я вам рекомендую поскрывать таким образом, чтобы... Настройте, просто оптимизируйте свое рабочее пространство. Подтяните за палочки и за ролик, и вы сможете его уменьшить. Первое, это название нашего слоя. Я создам новый слой, назову его «Стены». Два раза кликну на него, и мои стеночки будут активны. Обязательно следите за слоем активен для вам, в том, которым вы работаете. Я могу слой, например, это будет у меня в нулевом, это будет в стенах, а это в нулевом. Если я нажму на нашу лампочку, вот здесь, во-первых, у меня активный слой, он у меня спросит, вы уверены, отключить мне текущий слой или нет. Я его отключаю, а я его здесь не вижу. Если вы любой другой будете слой отключать, у вас никакого вопроса не возникнет. Из того, что вам нужно знать, также замораживание, пока не нажимайте его. У нас есть цвет нашей линии, у нас есть тип нашей линии. Например, пунктирный, либо какой-нибудь другой можем выбрать. У нас есть вес. Если это стена, ставьте вес побольше. И давайте что-нибудь начертим. Возьмем инструмент отрезок и в режиме орта вычертим пока какую-то часть. Включим привязку. Пусть так и будет пока что. Вы видите, что отрезком я беспрерывно начертила линию. Для того, чтобы вам также начертить линию, вы нажимаете, кликаете один раз. Не зажимаете кнопок. Не надо тянуть с зажатой кнопкой левой или правой мыши. Вы просто кликаете один раз и ведете. Кликаете второй раз и у вас справилась линия. Для того, чтобы ее завершить, вы можете нажать Escape. Вы можете нажать Enter. Вы можете нажать правую кнопочку мыши и нажать Ввод. Если вы нажмете Enter, после того, как закончили действие, ваше действие повторится. У вас опять будет тот же инструмент, выбран в данном случае отрезок. Он при этом может быть другого размера, либо того, какой вы хотите задать. Нажимая на отрезок, кликая, мы можем задать ему определенные параметры. Например, я хочу, чтобы у меня этот отрезок был 2000. То есть 2 метра. Вот 2 метра, это выглядит 2 единицы. Ему не важно, что это футы, метры. Вот это 2 единицы. И так же покажу, как мы выделяем. Выделение у нас происходит следующим образом. Мы нажимаем в свободной части экрана и тянем наше выделение. И у нас выделяется то, что попадает полностью в выделение синее. Если вы видите, у меня сейчас горизонтальная линия и кружочек мы попали, а вертикальной линии нет. Соответственно, вертикальная линия не выделится. Выделится только горизонтальная и кружочек. Но если я буду тянуть справа налево, то у меня выделится все. Попало оно целиком, либо не попало. Как я делаю выделение? Опять-таки, я не зажимаю. Если вы будете зажимать, в новых версиях у вас будет кривое выделение. Зажимайте, я имею в виду левую клавишу мыши. Просто в свободном месте кликаете один раз и тянете. Не надо тянуть с нажатой клавишей. И выбираете. Вы можете удалить, нажав Delete, либо Escape, сбросить выделение. Потренируйтесь несколько раз. Чтобы понять, как работают эти выделения. На этом первая часть обзора автокада у нас закончена. Пожалуйста, настройте ваши автокады под себя. И попытайтесь поработать с инструментом выделения и с отрезками. Тесками, 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 тесками.